Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. Одна из традиций Рамазана – приглашение друг друга на ифтар, то есть на трапезу после захода солнца. Накормить человека, который соблюдал пост в течение дня, само по себе – благое дело, как учит ислам. При этом в Карачаево-Черкесии распространяется практика и масштабных ифтаров в городах и районах, организованные главой республики Рашидом Цимрезовым. В них могут участвовать все верующие и соблюдающие пост, рассказал председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Муфтии Республики Исмаил Хаджи Бердзиев. Вот с 1 по 9 апреля во всех районах, городах будут проводиться ифтары от главы республики. И под завершение этого, 9 числа, это будет последний день месяца Рамазан, в Черкесске, обычно мы это проводим в ресторане, в комплексе, и Дельвейс будет проводиться ифтар от имени главы республики. Всех я прошу, чтобы пришли, собрались, помолились и делали дуа. Это очень нужное и полезное дело. Дай Аллах, чтобы в наших домах, в наших сердцах было спокойствие и милосердие от Всевышнего. Ассаламу алейкум ва рахматуллах и таалла ва баракату. Религия, вопросы и ответы под таким названием в Черкесске прошел круглый стол. Студенты Индустриально-технологического колледжа встретились с представителями православного и мусульманского духовенства республики. Они обсудили значение и роль традиционных ценностей и получили ответы на интересующие вопросы. Али Баташев подробнее. Сколько ангелов-хранителей у человека? Насколько важно иметь в доме святыни? Какую религиозную литературу читать? Эти и множество других вопросов интересовали студентов Индустриально-технологического колледжа Черкеска. Способен ли верующий человек на убийство, на терроризм? Вот недавно в Москве был случай, ведь террористы, они же представители какой-либо веры. По словам имама Черкеска Казим Хаджика Чива, у террористов нет веры и национальности. Убивающие невинных будут наказаны и не только в этой жизни. Тот, который убил человека, он подобен, как будто убил всего человечества. А кто сохранил жизнь человеку, то есть это может быть врач, которым помог пациенту. Это может быть на улице кто-то помог другому. Или вообще где-то помог человеку выжить. Он как будто спас всего человечества. Задать вопрос представителям духовенства Дамира Саражева побудил совершенный 22 марта теракт в Крокус-Сити. Люди, которые совершили это, безбожные, небогобоязненные. Это ужас, это уму непостижимо. У нас в колледже прошел митинг насчет этого. Мы рисовали на окнах журавлей в память о погибших людях. Мы помним, скорбим. Большое соболезнование семьям погибшим. Целый блок вопросов касался проведения и сущности постов у православных и мусульман. Сейчас проходят Рамазан и Великий пост. Слово «саум» на арабском языке означает сдерживаться именно в языковой форме. А в религиозной это означает отстранение от еды, питья, супружеской близости от расцвета, то есть от утреннего намаза, азана до вечернего намаза. Пост – это лекарство, которое дает Всевышний для исцеления души человека, считает священник Александр Гурин. Что самая главная суть поста? Она у всех религий одна и та же – приблизиться к Богу. Заканчивается пост Пасхой. Мы знаем, что для любого христианина это благая весть, это радостная весть победы, добра над злом. Так вот пусть победа добра над злом в вашей личной жизни случится уже сегодня. В завершение встречи представители православного мусульманского духовенства пожелали, чтобы текущий пост сделал всех верующих добрее, милосерднее и приблизил к Богу. Али Баташев, Ахмат Чучаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России-2024». Принимали участие в нем педагоги со всех районов республики. Площадкой проведения стал Центр для одаренных детей «Спутник». Какое задание предстояло пройти конкурсантам и какие методы и подходы они используют в своей педагогической практике, расскажет Альбина Ламкова. Конечно же, совмещать работу и подготовку к конкурсу – это очень сложно, потому что требования, конечно же, высокие требования, и соответствовать этим высоким требованиям данного конкурса очень сложно. Но мы, надеюсь, справились с этой задачей. Самое ценное – опыт, говорит Айшат Даттаева. У каждого участника есть свои методики преподавания. Она использует в обучении системно-деятельностный подход. Но в первую очередь Айшат Зулеевна ориентируется на детей. Поэтому проблемно-поисковые методы на любых этапах урока всегда приветствуются учениками. Вы проводите свой эксперимент, чуть-чуть потренируйтесь. На региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России-2024» каждый участник представил задание заключительного тура «Мастер-класс». Конкурсанты-преподаватели самых разных дисциплин. У каждого из них есть чем поделиться с коллегами и что показать жюри. «Хочется, знаете, стать для них чем-то хорошим, ценным. И уж если влиять на детей, то правильно, непременно. И чтобы через годы уверенно, гордо и честно сказать, я учитель». Всех без исключения объединяло трудолюбие и верность избранной профессии. Педагоги имели возможность заявить о своих открытиях, достижениях и волнующих вопросах. В 35 лет своего существования и развития конкурс гармонично вписался в жизнь педагогического сообщества. Это не просто конкурс, это возможность продемонстрировать лучшие знания, возможность поделиться опытом, возможность творческого самоопределения. И, конечно, личностного и профессионального роста каждого из участников. В своем выступлении Инна Кравченко отметила то, что все конкурсанты уже победители. Победители муниципального конкурса. Но пришло время определить того, кто поедет в финал и достойно представить нашу республику в Саратовской области. Им стал Заур Каркмазов из пятой школы у Джугуты. Он учитель математики. Удержать внимание главное в процессе преподавания, говорит преподаватель. Самое главное, чтобы детей тянуло к математике, детей тянуло к науке. И, разумеется, я прибегаю к различным методам, игровым методам. Опыт участия в этом конкурсе, что даст вам в вашей работе? Мои коллеги, которые со мной соревнуются, великолепные преподаватели также. И, разумеется, я учусь у каждого из них чему-то новому, что я буду внедрять уже в своей практике. Принять участие в столь важном для каждого учителя мероприятии – большая награда. Конкурс – непростое дело, но, тем не менее, итоги подведены. Теперь можно с уверенностью сказать, что приобретенный опыт непременно повысит качество работы педагогов. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Дети в роли актеров, учителя в роли худруков, а в итоге на сцене трогательные театральные постановки, привлекающие зрителя своей непосредственностью и темой. В Эконхалке состоялся муниципальный конкурс школьных театральных постановок, посвященный 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Фатима Даурова оценила актерское мастерство онных лицедеев. Учащиеся вместе с классными руководителями увлеченно готовили музыкальные номера, учили стихи, подготавливали декорации и придумывали глубокие по смыслу инсценировки. Очень эмоционально и точно ребята создавали незабываемые образы тех, кто ушел на фронт совсем юношей, кого не дождались с войны, кто, бросив детские игрушки, встал у станка, сел за руль трактора. И, конечно же, тема блокадного Ленинграда и героизма его жителей, прочувствованная юными актерами, передалась особенно глубоко. К вниманию жюри было представлено пять театральных постановок. Когда я впервые прочитала эту сценку, я так плакала, я себя почувствовала вместо этих детей. Мне было так плохо даже как бы вживаться в эту роль. Я не могла остановиться, я плакала и плакала, я представляла, что чувствовали тогда эти дети. В том, что дети от души играют. И я надеюсь, что после этого у них, не знаю, останется все это в памяти. И они будут осознавать, что в прошлом детям, ленинградцам, очень было трудно. И надеюсь, что они будут это все ценить. Все ребята сумели продемонстрировать артистизм и покорить зрителей. Актеры показали настоящие мини-спектакли о фронтовой жизни. Они замечательно передали атмосферу того времени, хорошо обыграв и дружно исполнив военные песни и стихи. Сейчас в нашем времени такое не произойдет, но чтобы дети знали и понимали, что в мире существуют такие вещи, что есть люди плохие и вот в то время было тяжело. У нас сейчас прекрасная школа, мы находимся здесь, ее хорошо отремонтировали. Но тогда дети не могли себе позволить даже тот же самый сахарин или хлеб. Им было очень тяжело. И дети должны знать, что все это им досталось не просто так. Выступления ребят были настолько интересными, искренними и запоминающимися, что жюри, затрудняясь в выборе победителя, высоко оценили всех участников. Конкурс помог выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области театрального творчества и развить их творческую активность. Катима Дорова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. Горноложный сезон на курорте Архыз продлится до 1 мая. В этом году погода решила порадовать всех фанатов катания на горных склонах. Много снега, тепло, яркое весеннее солнце – идеальные условия для спусков с горы. Поэтому любители горноложного спорта смогут до последнего месяца весны наслаждаться горными пейзажами, свежим воздухом Карачаева, Черкесия. Помощь может оказать любой желающий завтра, 31 марта, в госпитале для тяжело больных животных «Белый клык». Состоится общий городской субботник. Неравнодушные жители нашей республики могут принять участие в благом деле. Госпиталю требуется помощь по уборке территорий и клеток, покраске вольеров, купании и кормлении животных. Также приветствуется любая посильная материальная помощь. Вы можете принести корма, лекарства, старые одеяла и подушки для обустройства вольеров. Приглашаем всех наших граждан, которые давно хотели посетить госпиталь и поддержать, помочь руками. На субботнике у нас будет проводиться большая объемная работа, уборка вольеров, чистка территории. Будем разбирать наши склады, чистить, выбрасывать мусор. И также планируем починить вольеры и делать какие-то дела по приюту. Сотрудники ГТРК Карачева-Черкесия тоже решили принять участие в субботнике. Более того, от канала в госпиталь будут переданы корма для хвостатых постояльцев. Призываем всех неравнодушных присоединиться к данной инициативе и внести свою лепту в заботу о братьях наших меньших. Напоминаю, субботник завтра, начало 8.00. На этом субботний выпуск вестей подошел к концу. Приятных вам выходных и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!